Всем привет, дорогие друзья! Это Ежи-подкаст, необычный субботний выпуск. Сегодня у меня в гостях Александр Малых, администратор, модератор Ежи-Толк, посол FIFA в нашем чатике и просто интересный собеседник, который знает очень много о Локомотиве, потому что знает эту структуру изнутри, долгое время занимался в Академии, а теперь инсайдит нам, потому что знает очень многих в клубе. Инсайдит, не инсайдит, на этот счет не знаю, но всем привет! Рад всех приветствовать, тех, кто будет нас смотреть на ютубе. Привет чатику! Скажи, пожалуйста, с каким ощущением ты сейчас смотришь матч Локомотива? Если честно, с большим ожиданием начинался этот сезон, потому что я могу сказать, что прошлый завершился на хорошей мажорной ноте, в том числе был большой перерыв из-за пандемии. Все-таки второе место – это отличный результат при всех передрягах, которые случались с Локомотивом, это и травма, и отставка тренера в том числе. Второе место – это то, что мы ждали, и Лига чемпионов заветная, очередная. Это достаточно приятное. Но новый сезон складывается не так радужно. К сожалению, магия Алексея сначала немного поутихла, а потом вообще улетела в Бергамо. И поэтому от предстоящего матча с Тамбовым все-таки волнительно. Я про какие-то такие внутренние ощущения от просмотра футбола. Я говорил в моем депрессивном прошлом подкасте о том, что для меня сейчас просмотр матча Локомотива – это какая-то тяжелая работа, какая-то тягомотина. Я, ну как, даже в концовке прошлого сезона и в целом по сезону поймал, наконец, удовольствие от футбола. Когда, ну вот опять же, прошлая осень, когда концовки, когда проигрывали Арсеналу, проигрывали Динамо, проигрывали Атлетика. Ну, это было грустно смотреть, и никакого кайфа от футбола я не ловил. Потом был Зенит, Ростов, в котором вроде как Локомотив начал показывать что-то хорошее. Вышли на второе место, и в целом концовка для меня была интересной. Но вот начиная с матча со Спартаком, для меня матч Локомотива – это, ну, окей, ладно, я сяду к телевизору, я буду это смотреть и постараюсь не уснуть. У тебя какие ощущения? Я, наверное, не могу с тобой согласиться, потому что я более частый посетитель стадиона, нежели чем ты. И матчи с Ахматом и Зенитом я смотрел со стадиона. Вот все-таки лично я испытываю гораздо больший спектр эмоций, когда я сижу на трибуне, даже несмотря на то, что в Черкизове сейчас стало потише. Но все равно какие-то более бурные эмоции проживаются именно во время того, когда я сам насохожусь на стадионе. Я еще, наверное, один из тех счастливчиков, который не смог посмотреть второй тайм матча с Ростовом. На самом деле довольно много народу по каким-то очень странным совпадениям не смогли посмотреть второй тайм с Ростовом. Я даже не знаю почему. Ну, судя по тому, что я прочитал и какие хайлайты я увидел, не так много чего я упустил. Просто у всех нашлись какие-то очень важные дела, которые совпали именно со вторым таймом матча с Ростовом после такого замечательного первого. Да, от многих слышится, что тяжело смотреть игру Локомотива в последнее время. Это может быть, как-то некоторые не любят тики-таку. И когда Локомотив играет достаточно беззубое владение мячом. Это, по-моему, началось с матча с Уралом, насколько я помню. Нет, это просматривалось с самых первых, наверное, матчей Николича, когда вот сразу после, не знаю, там Оренбурга, Рубина пошли вбросы о том, что, о, Локомотив поставил рекорд по количеству передач. Но в этих матчах был результат, а потом пошли матчи, в которых результата не было, а количество передач все равно было огромным. И это, конечно, очень сильно раздражает меня, по крайней мере. Ну, насколько я понимаю, тогда был, да, матч с Сочи, когда ничего не дали им сделать. И тот злосчастный звон штанги, который многим еще будет долго слышаться. Ну, нет, кстати, сильно бы бомбило, если бы мы не вышли в Лигу Чемпионов. А так, ну, сразу и промах Джорджевича, и штанга Миранчука. Да, я могу сказать, что в 4-3-3 смотреть на промах Джорджевича стало гораздо легче. После того, как все-таки получили серебряные медали по итогам прошлого сезона. Просто такие приятные мелочи. Ой, как было грустно, конечно, когда он не попал, когда Миранчук попал в штангу. Но в целом, в целом, ну и ладно. Ты пойдешь завтра на трибуны? Скорее всего, да. Возможно, я успею только ко второму тайму, потому что есть там и свой футбол. Все-таки пока еще хорошая погода, хочется побегать. Но думаю, что немножко опоздаю, но все-таки приеду на стадион. Потому что все-таки перерыв был какой-никакой практически месяц. Где ты находишь мотивацию на то, чтобы ходить на стадион и смотреть это вживую? Я всегда хожу не один. Не люблю ходить на футбол один, поэтому у меня несколько абонементов. Всегда беру с собой либо кого-то из более-менее постоянных друзей, кто уже давно ходит на футбол. Это парни, которые первый раз попали на футбол на выезде в Ниццу. Интересное у людей было знакомство с футболом. Уговорил я их полететь во Францию и влюбил в локомотив. Тяжело, наверное, людей уговаривать лететь во Францию на лазурный берег в Ниццу? Ну, учитывая, что это было все еще и достаточно бюджетно. И вообще, я считаю, что это был очень крутой выезд. Все еще и победили, переломили. Грустно было заходить на трибуну при счете 0-1, когда там были очень большие кордоны досмотра. И практически все на гостевую трибуну заходили уже при счете 0-1, когда там деталь Денисова немножко... Просто если бы ты сказал, что ты пойдешь с людьми, которых ты уговорил слетать с тобой в Пермь на футбол, вот это было бы довольно необычно. А так, ну, мне кажется, в Ниццу можно и без всякого футбола уговорить друзей слетать, а заодно и футбольчик посмотреть. Ну, вот она там была, завтра все-таки получается вытянуть. Так что это просто приятное времяпрепровождение. То есть, что я, что ребята, как-то получается, что подстраиваем свои дела. Просто футбол как такой же винт интертеймента. И оно так и должно рассматриваться, мне кажется. Безусловно. Просто, ну, поход на матч до недавнего времени. Это был и надежда на хороший результат, хорошую игру, хорошее зрелище. И много болельщиков, да. Ты чувствуешь сопричастность. И какое-то шоу перед матчем, да, концертики, ну, вот весь этот матч-дэй. Сейчас, как мне кажется, на стадионе нету ни одного из этих пунктов. Потому что болельщики либо ничего... Их, в принципе, баллы и кричат в основном про кикнадзе. Игра на поле, ну, не поражает воображение, мягко говоря. Результат вовсе даже с Тамбовым не гарантирован. И никакого матч-дэя. Ну, в целом, конечно, ты прав. Потому что и по эмоциям уже совсем не то. Я вот поймал себя на мысли, когда против Ахмата играли, что второй тайм было как будто... Я испытывал похожее ощущение, когда мы Атлетика проигрывали в Лиге Европы в ответном матче. Когда просто, ну, ты смотришь на поле, не очень понимаешь, что происходит. Как бы злых мотив совершает какие-то глупые ошибки. Соперник сильно ведет. И какое-то такое, даже с некоторой ухмылкой все это заканчивалось. Но, на самом деле, я бы не сказал, что в домашних матчах в последнее время все плохо. Это четыре последние домашки. Это Зенит, Ахмат, Краснодар. А до этого был ЦСКА. С ЦСКА так вообще было, по-моему, очень весело. Краснодар я пропустил. Но лучший гол Алексея Мерунчука, мне кажется, злых мотивов в этот момент был. Мне очень понравилось. Считаю, что это крутое решение. Краснодар, ЦСКА и Зенит — это топ команды. Если вспоминать матчи с командами из низшей восьмерки, то я подозреваю, что там статистика чуть похуже. Потому что мне вспоминается, во-первых, тот же самый Ахмат. Мне вспоминается Сочи. Мне вспоминается Уфа. И вот все такие матчи, мне кажется, что там... Еще и с Клисейтами 1-1 сыграли. Да. И там Бофф — это из низшей восьмерки. И я подозреваю, что принципиально сильная игра не будет отличаться. Ну, наверное, тоже кажется, что скорее это будет низовой матч. Два гола. Кто первый забьет, тот, скорее всего, и получит очки. То есть, либо... Если мы забьем первыми, то, наверное, будет чуть попроще. Но в случае быстрого гола Тамбова, как когда... Помню, Костюков в прошлом сезоне, по-моему. Чёрлок там по-караболил. Или когда это было. У нас был тяжелый матч с Тамбовым. У нас был, но мы его выиграли, как ни странно. Это был матч среди той самой злополучной серии Семенской, когда мы не побеждали, а потом бац, и все-таки обыграли кое-как Тамбов. Я помню, это пресс-конференцию вел. Хороший причин. Скажи, пожалуйста, вот без открывания каких-то справочных материалов, скольких игроков Тамбова ты можешь назвать? Костюков там играет, ещё не знаю, почему я его запомнил. Наверное, всё на этом, если честно. Даже не скажу. Нет, наверное, только его, как ни странно. Моё предположение, что в абсолютно любой команде РПЛ ты назовёшь больше игроков. Верно или нет? Да. Я думаю, что Тамбов, они же и продали, наверное, пару человек. Или отдали, или ушли от них в этом межсезоне. Мне кажется, это самое... А, Рыжиков туда перешёл. Правильно? Да. Вот, Рыжиков ещё есть, кстати, который может завтра попортить нервы. С 40-летия недавно справил. Ну, Рыжиков любит хорошо играть в Черкизово. И дал отличнейшее интервью, которое вышло под заголовком «Я перешёл в Тамбов, потому что мне хочется блевать от футбола». Это настоящий заголовок. Я думаю, что он всё правильно сделал. Я посмотрел состав Тамбова перед тем, как записывать подкаст. Кроме Рыжикова, там есть ещё Аеволе, примерный ровесник Рыжикова. И я знаю ещё Карапетяна. Я думаю, что неплохой. Ну, конечно, Кирилл Панченко. А Чуперко? Чуперко Спартаку забивал. И Волкомативщик не перешёл паралет назад. Чуперко — это вообще единственный футболист в Тамбове, которого я действительно боюсь. Потому что это действительно человек, который как Гацкан в своё время в Ростове с Калачёвым, так и Чуперко — человек, который в каждом матче, несмотря ни на что, бьётся, на всех участках поля присутствует и забивает, и подкаты на красные карточки делает. В общем, везде находится. Это вот, наверное, единственный футболист, которого я в составе Тамбова уважаю и побаиваюсь. Мне кажется, Тамбов обладает самым слабым составом в российской премьер-лиге. Даже Ротор, даже Хинки, ну, там всё-таки футболисты повыше уровня. Ну, можно спросить у Крылья Советов, что они думают по поводу слабости состава Тамбова. Несмотря на это, Тамбов показывает, в общем-то, не такие плохие результаты. Они даже не в зоне вылета. Они только что обыграли Уфу Евсеева. Но при этом по составу, как мне кажется, они действительно едва ли не слабейшие. Я с тобой соглашусь в этом плане. Нет даже тех, за кого можно было бы зацепиться в плане личности. Кирилл Панчников, очередную молодость туда едет проживать. Молодой, перспективный. А так, действительно, там, я бы сказал, что Тамбов самый слабый состав. Во всяком случае, индивидуально. Тогда, подожди, тогда следующий вопрос. Если состав один из слабейших, но команда при этом показывает результат, значит, скорее всего, там неплохой тренерский штаб. Ты знаешь, кто главный тренер у Тамбова? Случайно знаю. Григорян Александр. У тебя очень устаревшие сведения. У Тамбова Григорян уже давно не тренер. Там тренирует Сергей Первушин. Ну, вот такая у нас лига, наверное, получается, что чем больше ты защитников доставляешь, наладить игру от обороны, даже с не самыми громкими исполнителями, вполне можно. Тактика о том, что если мы сзади не пропустим, а спереди за что-нибудь зацепимся, то это уже несколько очков можно заработать. Я помню еще в Академии, когда Елышев был одним из моих тренеров, он перед матчами нам говорил, что парни, сегодня задача выиграть крупно, хотя бы 1-0. Вот я думаю, что в Тамбове вполне возможно похожая мотивация. То есть если сзади не пропустили, а спереди за стандарта, либо еще как-то забили, то уже будут очки. Тем более, что Тамбов ездит в Москву явно не фаворитом, и для них психологически гораздо легче будет играть. В том числе, мне кажется, вот это сейчас проблема локомотива, что явно проблема в команде с психологией. Это видно и по интервью с Даней, которое было после товарника за сборной России. Тамбову психологически гораздо легче будет, потому что мы проиграем и проиграем, как бы достаточно ожидаемо. А если за 7-7 за очки, то уже будет здорово. А у локомотива сейчас боязнь проиграть еще сильнее. Пять матчей все-таки без побед. Я к чему подводил, да? Получается, что у Тамбова не самый лучший состав, у Тамбова не самый известный тренерский штаб. Но при этом у меня нет вообще никакой уверенности, что завтрашний матч для локомотива сложится успешно. То есть просто вот ловлю себя на мысли, что, ну, я всегда понимаю, что локомотив с командами из нижней восьмерки, это исторически сложилось, то что может проиграть, может там сыграть в ничью и вообще все, что угодно может произойти. Но все-таки к этим матчам обычно ты подходишь с некой уверенностью, что ты сильнее, что, ну, если все сложится как должно, локомотив победит. Я сейчас думаю о завтрашнем матче, и я понимаю, что, ну, наверное, наверное, локомотив по совокупности умений футболистов сильнее, чем Тамбов, и должен победить. Но я не могу, то есть будь у меня лишняя тысяча рублей, я бы на победу локомотива не поставил. Ну, ты правильно говоришь, что, наверное, последние 10 лет уже у самых преданных болельщиков локомотива не возникает уверенности о том, что локомотив сегодня точно победит, особенно в матчах с командами из нижней восьмерки. По-моему, так было всегда, что локомотив зоро выиграет. Это не 10 лет, это все гораздо дольше длится с тех времен еще, когда нам... Ну, смотри, ну, вот ты про Тамбову говоришь, но... А если бы мы играли завтра не с Тамбовым, а с кем-либо другим, была бы у тебя уверенность? Мне кажется, нет. Мне кажется... С химками, я думаю, что, ну, у меня была бы скорее уверенность, что мы сможем... Да, опять же, не факт, что мы действительно бы победили, но вот некая внутренняя уверенность с химками у меня бы скорее была. Но, да, действительно, таких команд маловато. Ну, а как ты себе видишь развитие завтрашнего матча? Что локомотив, скорее всего, возьмет мяч под контроль. Скорее всего, Тамбов добудет этому только раз. Ну, мне кажется, что это у нас атакующий футбол Краснодара, когда они по всем ничем могут забивать своими воспитанниками. Но в целом вся лига достаточно нерезультативно начала чемпионат. И, по-моему, я где-то видел статистику интересную, что кто первый забивает, тот, по сути, и выигрывает. Давно не было каких-то там больших камбэков. Но вчера химки выдали большой камбэк. Да, и на долго их шага одного не хватило. В целом это любой матч с Тамбовом, с Уралом, с Уфой. Это зависит от того, кто первый забьет. Я хорошо помню, когда локомотив несколько матчей подряд, по-моему, начинал с пропущенных голов на третьей минуте, и потом судорожно пытался отыграться. Мне кажется, завтра все решат такие же микроэпизоды. Я тоже согласен, что нет уверенности, что если локомотив первым пропустит, что смогут забить три в ответ. Ты спросил, как я вижу ход завтрашнего матча. Я думаю, что локомотив берет мяч под свое владение. Процент владения доходит примерно до 72-74%. Самая частая адреса передач друг к другу – это Макеев, Куликов, Чурлука. И где-нибудь на 39-й минуте идет дальний заброс. Все наши защитники промахиваются по мячу, и выход один на один, который, может быть, тамбов реализует, может быть, не реализует. И в зависимости от этого уже будет складываться дальнейший матч. И я писал в Твиттере о том, что это такая фишка Николича со слабыми командами пропускать первым, а потом героически отыгрываться на последних минутах. И я, честно говоря, подозреваю очень сильно, что завтрашний матч может сложиться именно по такому сценарию. Но это... Смотри, а ты сказал еще про Макеев, Куликов, Чурлука. А почему ты уверен так сильно в Куликове? Почему не думаешь, что будет все-таки Гжежев? Гжевеш. Не знаю, у меня есть ощущение, что... Ну неужели Николич второй матч подряд оставит Краховика на скамейке? Вполне, вполне допускаю, что и все трое выйдут, и Кжегеша просто ближе к атаке подключат, как это, собственно... 4-3-3. Ну, разные вариации есть, да, и 4-1-4-1, на которые я очень надеюсь, да, и в которых Мага тогда будет якорным опорником, а Куликов, Кжегеш двумя центральными полузащитниками. Либо просто к Кжегеша вторым нападающим. Я уже ничему не удивлюсь с нашим набором футболистов и нападающих в частности. Смотри, еще одно интересное наблюдение, которое я заметил, когда смотрел на турнирную таблицу. Локомотив и Тамбов забили одинаковое количество голов по 7. То есть, с одной стороны, мы говорим о Тамбове, как о суперзащищающейся команде, с другой стороны, мы говорим о Локомотиве, в которой играет в сугубо атакующий футбол по Кикнадзе. На поле это 7 голов. Все равно нет ощущения, что Локомотив сейчас нагло усильнее Тамбова. К сожалению, так вообще получается, если вычесть голы Алексея в этом году. При том, сколько Локомотив тогда забил. Если вычеркнуть голы, к которым причастен напрямую Алексей Миранчук, их останется очень мало. Очень мало голов, которые Локомотив забивал без участия Алексея Миранчука. И это, мне кажется, очень тревожный фактор. Но не будем сваливаться в тревожный факторе. Есть фактор, который, мне кажется, должен все-таки сыграть за Локомотив. И это, наконец-то, недельный цикл. Наконец-то Николич получил игроков в свое полное владение на достаточно большой отрезок времени, когда тебе не нужно заниматься только восстановлением футболистов, только подводкой их физической готовности. А ты можешь что-то еще и тактически придумать. Какие-то связи наработать, какие-то выход из обороны в атаку. Ну, короче, все эти мелочи, которые, собственно, и составляют тренерскую профессию. В предыдущие разы, когда Николич получал свою команду на достаточно продолжительный отрезок времени, получалось хорошо. То есть мы вышли после карантина. Он две недели готовил команду. И мы хорошо отыграли вот эти стартовые два матча Оренбург-Рубин. Затем был перерыв после матча с ЦСКА неделю. И мы обыграли Урал в достаточно спокойном вообще формате. Нам этот матч уже ничего не решал, но тем не менее мы выиграли 1-0. Затем была подготовка между двумя сезонами. И снова вышли, снова хорошо сыграли. При том, что в соперниках, как мы сейчас видим, Рубин довольно крепкая команда. Раздел бы немножко тему относительно задумок и тактических каких-то перестроений, которые Николич и команда могли бы отрабатывать эту неделю. Понятно, что с отсутствием Баринова сейчас у нас меньше опций в центре поля. Но мне кажется, вполне можно было бы вспомнить, как в самом начале тренерства Никольча в «Локомотиве» по-моему, это была товарка с тем же самым Тамбовом, кстати. Когда Макеев играл очень глубоко во время владения мячом, он прям опускался в двойку центральных защитников. И у него очень хороший первый пас. Мне нравится, как Мага вытаскивает мяч со своей половины, как он дирижирует, приводит мяч с фланга на фланг. И мне кажется, подобная тактическая задумка, если ее можно так назвать, она бы немножечко облегчила задачу крайним защитникам, потому что уже много лет мне не нравится, как играют крайние защитники в «Локомотиве», хотя я считаю, что в современном футболе это одна из самых важных позиций, потому что когда у тебя все игроки-атаки перекрыты, именно крайние защитники создают ту самую разницу, делают перегруз на флангах, благодаря которым потом можно развивать моменты. В «Локомотиве» сегодня ни рыбу слева, ни Влад и живоглядов справа не создают должный уровень прейсинга в атаке. И, возможно, потому что они достаточно много смотрят назад, потому что не боятся оставлять Чарли и Смурил в боем зале. Возможно, если Мага будет играть чуть ниже, опускаться в двойку, это немножечко разгрузит наших крайних защитников, потому что явно Тамбов завтра будет действовать компактно в защите. И если не перегружать фланги, не растягивать оборону, то достаточно сложно будет играть 7 на 7 в чужой штрафной. Мне кажется, вот опять же я так подумываю и применяю, кто завтра может решить судьбу матча, на кого я надеюсь, это Дмитрий Рыбчинский. Даже в тех матчах, в которых Локомотив показывал плохой результат, плохую игру, мне все равно нравится Дмитрий Рыбчинский. И в матче с Ростовом он был, ну, не то чтобы хорош, но не могу ни одной критической фразой в его адрес сказать. В матче с Зенитом он забивает, в матче с Ахматом он очень хорош. Если бы кое-кто был поточнее, то могли бы и не потерять там, точнее не проиграть. Я согласен, что Рыбчинский это сейчас наш основной крайний игрок. К сожалению, Камано видно, что пока что в очень плохой форме. Но при этом нету никаких сомнений, что Камано будет в стартовом составе. А я вот, у меня есть сомнения. Если завтра будет тройка в центре, Макейк, Куликов, Криховик, то мне кажется, что вполне возможно, что Рыбчинский и Антон будут номинально по флангам. Камано останется в составе в запасе. Просто настолько бойко Николич его включил в стартовый состав, прям сходу, сразу, при том, что очевидно было, что человек не готов играть 90 минут, что у меня есть подозрение, что и дальше этот парень будет появляться и будет набирать форму через минуты игровые на поле. Что, как мне кажется, идет немножко в ущерб общему результату. Да, к сожалению, с Ахматом в концовке на него совсем было тяжело смотреть, потому что было видно, что он абсолютно точно не готов был играть тот матч 90 минут. При этом я не могу сказать, что мне не нравится, как играет Камано. Просто, ну, например, с Ростовом я отмечал несколько очень классных включений на своей половине поля, когда он отбирал мяч в своей штрафной площади. И, в целом, ну, здорово. Я думал о том, что Камано это такой бегунок, который будет стоять впереди, ждать передачу и резко стартовать. Нет, это вполне себе неплохо держащий мяч футболист, неплохо отрабатывающий сзади, но никакой моторности, никакой легкости в его ногах нету. А без этого, мне кажется, основная сила Камано улетучивается. Но мне кажется, что чем ниже Камано садится сзади, садится в оборону, тем меньше у него сил остается на игру в атаке, как ни странно. А я бы предпочел, чтобы Камано себя чуть больше проявлял в нападении, потому что нам не хватает игрока с легкостью в чужое третье поле. Сзади может здорово сыграть и Дима Рыбчинский, и Рефакт. Кстати, Дима очень, по-моему, в этом сезоне прибавил именно по игре в обороне. Вот Диме хватает энергии, хватает скорости, легкости в том, чтобы и сзади помочь, и впереди успеть. Камано пока вперед не успевает, когда можно было бы попробовать резкий рывок сделать, получить передачу. У него как-то все на полусогнутых. И в этом плане, конечно, долго, мне кажется, еще ждать хорошей формы Камано. Но при этом все равно, мне кажется, что футболист умеет играть в футбол. И теоретически через месяц, через полтора он уже должен нам реально помогать. Ну вполне возможно, кстати, что завтра Тамбов не так будет сильно напрягать наш левый фланг защиты. И у Камано будет больше сил. Сил будет больше, а пространство будет меньше. Пространство будет меньше, это безусловно. И это уже не та игра, которая нужна Камано. Как тебе кажется, в текущем нашем наборе футболистов, все-таки, в какой футбол должен играть локомотив? Это должен быть футбол более оборонительный. Это должен быть футбол, ну вот, когда я говорю оборонительный, я вспоминаю всегда 4-1-4-1, которые помогли нам в прошлом сезоне обыграть Байер, обыграть Зенит, в котором ты имеешь три центральных полузащитника, которые очень классно связывают центр и не позволяют сопернику вообще ничего. И периодически выбегаешь в контратаке. Это 4-4-2, все-таки пытаться в них долбиться Никуличу, потому что два нападающих это атакующий футбол. И, ну, все-таки, такая универсальная схема, которая стала очень популярной, в том числе в нашей лиге, которая именно и в обороне позволяет плотно играть, и в атаке все-таки у тебя достаточно большое количество народу. Либо это какие-то гибрида 4-3-3, либо 4-2-3-1. Может быть, ты бы хотел три защитника центральных увидеть? Ну, вот действительно, мне бы, наверное, было бы интересно посмотреть на магу, который бы страховал крайних защитников. То есть 4-1-4-1? Да, потому что в том году локомотив Зоро перестроился как раз после первой игры с Байером. Это действительно помогло наладить игру в обороне, как ни странно. И у команды появилась некая уверенность в том, что сзади у нас достаточно все надежно. И это развязало руки тогда Диме Баринову крых очень сильно, которые стали больше не так оглядываясь назад играть в атаку. Я думаю, что вполне себе Куликов может сыграть роль Димы Баринову в матче с Байером. Я бы не сказал, что это более оборонительная схема. Просто те исполнители, которые есть сейчас у локомотива, мне кажется, вполне подходят именно, чтобы выстроить игру по такой схеме. То есть немножко развязать руки крыху в том числе в атаке. Я, к сожалению, не так хорошо видел, как крыховик действовал в атаке против Ростова. Потому что не смотрел, как ты сказал, второй тайм, только по хайлайтам. Он был очень активен, очень зажигателен, очень энергичен и абсолютно бесполезен. Но даже это было больше, чем то, что делали остальные нападающие локомотивы. Да, но согласись, что завтра, как думаешь, Смолов завтра нападет в нападении? У меня нет вообще никакого представления, по какому принципу Николич выбирает нападающего на тот или иной матч. Я бы отдал предпочтение Лисаковичу со старта и затем увеличивать количество нападающих на поле, если результат не будет нас устраивать. Сначала Эдера, как якорного игрока, на которого можно было бы грузить мячи, и он бы цеплялся на чужой половине поля, там создавал перегруз в нужных точках. Затем Смолова, как человека, который может куда-нибудь убежать, и как с Уралом куда-нибудь удачно от него мяч отскочит. Давай я тебе тогда предлагаю поиграть в небольшую игру. Сейчас мы каждый по очереди будет называть одного игрока, которого он ожидает увидеть завтра. И составим таким образом наш ожидаемый стартовый состав. Начинай. Номер первый. Маринато. И объясняй свой выбор. Маринато безальтернативно лучший вратарь чемпионата, не только Локомотива. Ты по-прежнему считаешь, уверен, что Гиля топ в российской премьер-лиге? Конечно. Я думаю, что тот еще отрезок, когда Локомотив играл с Коченковым, в лишний раз это подтвердил. Гиль. Таков современный футбол, что все вратари ошибаются. Раньше вратарь исключительно стоял на ленточке и мог ничего не делать, кроме этого. Сейчас вратарь обязан начинать атаки, страховать центральных защитников, грамотно вводить мяч в игру. Вводы мяча Гильерме пластерами на фланг – это просто какое-то произведение искусства. Никто и близко не способен на такое чемпионате России. К сожалению, почему-то должен был случиться матч с Ахматом, чтобы ему снова разрешили делать эти дальние передачи на фланг. До этого это было просто мучение смотреть на Гилю, который не играет левой ногой совершенно, и при этом его заставляют играть в мелкий пас под прессингом. Ну, так себе было. Кроме того, Гиля очень много снимает забросов в штрафную. То есть я вот хорошо помню, когда играл Антон Коченков, что любой навес в штрафную – это 50 на 50, выиграют ли Мурила с Чорлукой борьбу один в один. Гиля снимает 80% таких вообще передач, и просто зритель, который не очень хорошо понимает игру вратаря, для него как бы кажется, что здесь вообще нет ничего опасного. Но Гиля предотвращает очень большое количество потенциальных опасных атак. И в этом плане я абсолютно уверен, что он сильнейший вратарь в России. Как думаешь, почему для большинства зрителей, болельщиков, любителей футбола так тяжело оценивать игру вратарей? То есть даже какие-то вот экспертные материалы читаешь, и там Юрий Дюпин, король РПЛ. Ну, Юрий Дюпин, король РПЛ, когда ему бьют 40 ударов в створ в матче, и делает несколько сейвов. Это вполне логично. Многие вратари второй восьмерки, как бы считают, супер топами, потому что они больше участвуют в игре. И несмотря на то, что пропускают много, они делают какое-то количество красивых хайлайтов, которые потом попадают в рубрику, и оказывается, что почему на протяжении стольких лет Белинов все еще не основой вратарь сборной. Ну, потому что Белинов не очень сильный вратарь. Он хорош в Уфе. Ну, меня, собственно, интересует вопрос именно в плане восприятия нашими российскими болельщиками. Смотри, хорошо, есть же в том числе, мне кажется, 90% российских болельщиков уверены, что если мяч попал в ближний угол, то это ошибка вратаря. Безусловно. Ну, это же абсолютно точно не так. Как и удар между ног, главная претензия Гильерма. Как и удар между ног, вот. Это главная претензия, мяч попал в дом Миггильерме. Ну, блин, когда у тебя вратарь с такой антропометрией, с такой техникой, он действительно широко ставит ноги, чтобы толкнуться дальше, чтобы создать для себя вот этот эффект пружины, когда он низко садится в момент удара, чтобы вытолкнуть себя как можно дальше и быстрее. Действительно, у Гильерма это самая уязвимая точка. Но если бы он стоял со сведенными ногами, это было бы гораздо хуже, поверьте. Я к тому, что, вот, например, в мире, я думаю, что, ну, мало людей, болельщиков мировых, которые бы не признавали величие Мануэла Нойера. Человека, который преобразил вратарскую позицию, да, один из, даже в истории мирового футбола. И думаю, что Нойер вполне себе займет свое место, как человек, который действительно принес что-то новое в эту профессию. У нас же, если вратарь будет играть как Нойер, то каждый комментатор сочнет своим долгом сказать, ой-ой-ой, куда же ты побежал. Куда ты летишь зачем-то, стой на ленточке. Как, ну, это просто, футбол действительно поменялся. Оливер Кан, по-моему, вообще ни разу в жизни из-за предела штрафной не вышел. И, как бы, он великолепный вратарь для своего времени. Но сейчас и Нойер совершает немыслимое количество ошибок за сезон. Безусловно. И это вполне логично и понятно. Поэтому вратари стали больше ошибаться, но просто от них сейчас требуют большего. Удары стали гораздо сильнее. Мечи лечат, не так предсказуемо. Другой футбол. И то, что Гиле совершает несколько ошибок, даже сейчас просто, когда читаешь интернет, то начинается даже какой-то шквал негатива, когда эти ошибки не приводят к голам. Ты читал хоть одно какое-нибудь экспертное мнение после матча Динамо-Локомотив в Лиге Европы, грузинский Локомотив, по отношению к Шунину? Я бы даже матч не смотрел. Там Шунин довольно странно играл. И один из голов можно не вешать на Шунина, но второй — это очень серьезная его помарка. И сейчас Шунин — это главный вратарь сборной, основной вратарь сборной. Но я не читал ни одного мнения по поводу того, что Шунин что-то где-то там ошибся. Стоит Гилерме ошибиться. Даже нерезультативно. Даже не в матче, в котором команда вылетает потом от худшей команды Лиги Европы. Это просто какой-то мрак. Это и комментаторы, это и болельщики в комментариях, это и эксперты, это еще и Матч ТВ обязательно акцентируют на этом внимание после матча. Не могу до конца это объяснить. Скорее всего, это действительно связано с тем, что это бразильский вратарь в основе сборной с великими традициями. Окей, тогда моя очередь. Я называю Мурила. На мой взгляд, Мурила сейчас становится лидирующим, лучшим защитником Локомотива. В том плане, что Чарли, конечно, тоже молодец. Но когда я смотрю именно на оборонительные действия, то мне кажется, что Мурила сейчас пашет едва ли не за двоих. Постоянно первым выкидывается на мяч, на атакующего соперника. И гораздо чаще стал именно отбирать мячи и после этого куда-то их отправлять дальше. Либо тому же Чарлуке, либо по флангу. Но мне кажется, что Мурила сейчас скорее безальтернативный защитник Локомотива центральной, нежели даже Чарлука. То есть поверить в то, что дадут Чарлуке отдохнуть я могу, а в то, что Мурила дадут отдохнуть, у меня уже не верится. Единственное, что мне не нравится в Мурила сейчас, это то, что он проигрывает скорости. Ему действительно не хватает скорости дистанционной, за счет которой он бы мог исправлять свои ксики. То есть я помню Сабу, образца чемпионского сезона, который мог накосячить в районе центральной линии, но потом двумя шагами догонял абсолютно кого угодно, прыгал в подхат и на этом атака заканчивалась. Если Мурила ошибается, особенно в середине поля, то ему не хватает действительно скорости, чтобы нагнать игрока. Но то, что сейчас у нас Мурила – это первый центральный защитник, и с этим соглашусь. Мне кажется, после матча с Ахматом Николич очень серьезно понизил линию обороны. То есть игра с Ростовом уже была настолько глубокая. То есть если мы с Ахматом, не знаю, метров 15-20 первая линия обороны наша начиналась от штрафной, я имею в виду, то в матче с Ростовом первая линия обороны наша проходила прямо по штрафной, и это было довольно странно. Довольно тяжело атаковать, когда ты начинаешь атаки в своей штрафной. Это еще то, почему я расстроен уходу Сабы, потому что Сабы – очень быстрый защитник. Он долго разворачивается, но по дистанции он мог нагнать практически кого угодно. А сейчас в команде вновь нет быстрого центрального защитника, и практически нет опции играть с высокой линией обороны. Назови партнера Мурила по обороне на матч с Тамбовым, и мы продолжим дискуссию. Чёрлука. Ну, если вроде нету никаких травм. Тебе не кажется, что у нас слишком безальтернативная линия центральных защитников? Ты не веришь в Райковича? Я не верю даже в то, что Райкович по сумме минут, кроме кубка, который он сыграет за локомотив в этом сезоне, будет больше 90. Даже нет, я больше скажу, вот у нас есть сезон Ротенберга, который он последний играл. Я не верю в то, что Райкович сыграет больше, чем Ротенберг в 2017. Я верю в то, что Райкович сыграет больше Лысцова. Но он уже играет больше Лысцова, но смотри... Да, вот это тот ещё негативный фактор, который у меня остался причём-то после матча с Зенитом, то, что вышел именно Райкович, а не Лысцов. И глаза Чёрлуки, которые на всё это смотрели. Я на трибуне был, к сожалению. Смотри, у нас сезон с Лигой Чемпионов. У нас Чурлука, это парень, который, ну, откровенно говоря, частенько любит не доигрывать матчи, просто просит замену, а на следующий матч выходит, как ни в чём не бывало. Но, тем не менее, здоровье нашего любимого капитана периодически подводит. А замена для Мурила и Чурлуки — это Лысцов и Райкович. Мне кажется, это очень странно. Я не очень понимаю, чем Нихалич так не взлюбил Сабу. Мне кажется, вопрос с Сабой, он немножко в другой плоскости лежит. Саба не был основным защитником Локомотива. И, ну, мне кажется, что вполне справедливо. Он не лучше Чурлуки, он не лучше Мурила. И при этом сам Кёрквеллия сидеть на лавке не хочет и не будет. Он проходил это в рубине, и второй раз он этого делать не собирается. При том, что у него уже предыдущий сезон был суперскомканный из-за травмы. Но мне кажется, что, ну, главная проблема не в уходе к Кёрквеллии. Мне очень жалко, я люблю Сабу, но проблема в том, что когда вы отдаете Кёрквеллию, вы должны найти футболиста, который схож с ним по различным показателям. Да, это скорость, это мощь, это умение вести борьбу на втором этаже. И вот все, чем славится у нас Кёрквеллия. Мы же вместо Кёрквеллии приобретаем футболиста, который вообще ничем этим не обладает. Это очень неаккуратная игра в отборе, которой славится Райкович, потому что он очень много пеналей привозил даже в серии Б. Это абсолютное отсутствие какой-либо скорости. Он тихоход, наверное, самый сильный из всех защитников, которые я видел. И, ну, в мощи, наверное, он может как-то посоперничать, да, там корпус-корпус пободаться. Но тем не менее, да, мы игрока, которого отдаем, меняем на игрока, который никоим образом не соответствует его уровню. Ну, я согласен, что действительно четверка центральных защитников, она достаточно похожа. То, что мне нравятся защитники скоростные, потому что в нашей лиге, если Локомотив хочет играть высоко, то центральный защитник должен уметь исправить свои косяки, как Альфонсо Дэвис играет. Человек плохо играет в защите, но чтобы пройти его фланг, его нужно четыре раза за атаку обвести. То есть ты хочешь возвращения Рената Инбаева? Ну, Ренат Инбе, кстати, в последние годы тоже был очень медленным. Это уже какой-то миф был, что Инбеев это быстро защитник. Ну, в последние годы, да, но именно в его главные яркие годы... Прайм. Ну, да, это... Ты его обводишь, он снова перед тобой. Ты его обводишь, он снова перед тобой. Хотя... Скорость — это современная мета. И вообще перед началом сезона мне очень не нравилось, то, что локомотив очень медленный. С ухоном Фарфана у нас пропала скорость и в атаке, и в защите на флангах. То, что... Ну, Райкович — это снова на год. То есть понятно, что следующим летом локомотиву нужен будет второй защитник. Стоп, Лусова ты должен хорошо знать, правильно? Да, Виталика я хорошо знаю. И при этом ты говоришь, что он не замена Кверквелли. Ну, не замена Кверквелли, потому что он не бежит. Он тоже медленный, он тоже... Какие вообще сильные качества? Я бы не сказал, что Виталик еще по молодежному футболу был наголо выше всех в прямом смысле этого слова. За счет этого действительно Зорова играл в центре обороны. У него хороший пас. Но достаточно... Я бы не назвал его медленным защитником, но, безусловно... Ну, и не самым быстрым. Но я очень рад его возвращении, очень надеюсь, что у него что-то получится в локомотиве. Это классно. Его в Танделле ставили опорником. Да. Как тебе кажется, это не лучшая позиция будет для Лусцова? Да? Может быть, он может стать нашим Дмитрием Тарасовым новым? Мне кажется, что мы увидим Лусцова в опорной зоне в этом году. Я бы такую ставку поставил, если бы. Потому что, опять же, по матчам в крыльях Совета в концовке сезона, пожалуй, главная вещь, которая меня поразила Лусцова, это не то, как он играет именно в обороне, как он там мячи выбивает, вот это все, а то, как он часто и здорово подключался в атаку и с позиции центрального защитника добегал до чужой штрафной очень регулярно. Просто у нас и Мурилов может сыграть в опорной зоне, и Макеев может сыграть в центре защиты. Я, честно говоря, уже отчаялся увидеть Мурилов в опорной зоне. Я не знаю, по какой причине, но Николич ни разу не рассматривал Мурилов как игрока именно опорника, хотя, на мой взгляд, это очень серьезно добавляет красок в игру Мурилов. Потому что сразу есть возможности для проходов. Он с позиции, опять же, центрального защитника, какие слаломы периодически совершает чуть ли не с финтами Зидана. Да, с Марсейской рулеткой. Да, он обладает достаточно холодной головой для того, чтобы под прессингом отдавать передачи куда надо. И, ну, мне кажется, что опорник – это его позиция. Но Николич вообще ни разу не дал повода думать о том, что видит Мурила опорником. Причем полгода назад я бы скорее сказал, что Макеев – это центральный защитник, а Мурила – это опорник. Мне до сих пор, ну, кажется, когда вот я говорю про 4-1-4-1, я хочу, чтобы в паре с Чурлук играл Макеев, Мурила играл опорником. И, собственно, это нам приносило успех в тот период, когда Локомотив играл без Алексея Верончука в той осенью. Я воспользуюсь своим правом называть следующего футболиста, это будет как раз Дмитрий Рыбчинский. Ты сразу прыгнул дальше. Да, я по тем позициям, в которых я уверен. Я на 100% уверен, что Дмитрий Рыбчинский должен выходить на Тамбов. И, ну, как я уже говорил, если и выбирать того футболиста, который в этом матче должен принести нам победу, то это Дмитрий Рыбчинский. Либо сам забьет, либо отдает голевую передачу. Но я верю в этого парня, я верю в его прогресс. И, на мой взгляд, человек, который, пока вся остальная команда пребывает в каком-то странном состоянии, не бегут, не активничают, ничего не могут сделать, ну, кроме Крыховика, Дима продолжает тащить, продолжает бежать вперед, продолжает накручивать. И мне очень нравится его прогресс. Ничего не добавить. Тогда называй следующего футболиста. Крыховик. Не верю, что второй раз подряд окажется на скамейке. Крыховик, безусловно, лидер, в том числе и в раздевалке, и команды. И человек, который в матче с Тамбовом точно должен играть в центре поля. Но как ни крути, после карантина это не тот Крыховик, который был до карантина. Вот как ни оценивай, как ни смотри, по всем параметрам уровень игры Крыховика снизился. Да, кроме того, что Крых много забивал в прошлом сезоне, он еще очень-очень был хорош в отборе. Сейчас он стал гораздо больше фалить, получать в том числе такие достаточно безрассудные карточки. Флюс. Ну, мне кажется, тогда Крых немножко оверперфорнил, потому что он действительно забивал много не очень логичных мячей. Он залетал, просто залетал. Да, как Ростову первый гол. Просто, когда прет, тогда прет. Заканчивая тема Крыховика, не могу не отметить странный факт, что матч с «Зенитом» он пропускал из-за травмы, но после этого поехал в сборную и сыграл оба товарищеских матча сборной Польши, а затем вернулся в «Локомотив» и не попал в стартовый состав на Ростов, выйдя только на последние 20-25 минут. Очень непонятно, что происходит именно с физической формой Крыховика. Готов он, не готов. Если готов, то почему не играл с Ростовом с первых минут? Если не готов, то почему он играл в сборной Польши? Надеюсь, то, что в матче с Тамбовом он действительно выйдет в старте и покажет все, на что способен. Я тогда назову Антона Меранчука. Мне не очень нравится, как играет Антон вообще весь этот год. И этот год у него получился очень скомканным из-за травмы, из-за рецидива, которую он получил на кубке матч премьера, но и до своей еще травмы, которую он получил в матче с Сочи. Все равно мне не нравится, как играет Антон. Какая-то еще при Палочи, да, все это уже было какое-то не те действия, которые были в чемпионском, постчемпионском сезоне. Не знаю, что с ним происходит. Тем не менее, я думаю, что в старте он должен быть, должен набирать форму, должен забирать бремя лидера, именно того, который поведет команду за собой, когда брат уехал. Чем Антон и занимался, кстати, еще и в юношеском футболе. Немногие, наверное, знают, что Антон в семье отличался как чуть более перспективным, нежели Ёша. Ну там все время один брат обгонял другого брата, и что мне всегда, не всегда было очень жалко Антона, потому что в тот момент, когда нужно было делать следующий шаг, он всегда умудрялся получать какую-то глупую травму. Он получал травму, когда нужно было переходить из школы в дубль, он получал травму, когда его возвращали из Ливадии, и вот все время, когда кажется, что вот сейчас Антон покажет, бац, и глупая травма. И сейчас тоже травм очень много у Антона. Прямо такая большая грусть. Я с Лешей общался в катере по поводу Антона, когда он только получил травму, но это пятая плюсневая. Это проблема, которая, к сожалению, будет мучить Антона до конца. Да, насколько я знаю, это полностью ты не восстановишься, и ты всегда должен перетеливаться, да. Да, то есть это как ключица, что если человек один раз сломал ключицу, то это все на всю жизнь. Останется слабее. Там, насколько я знаю, ребята из Найка немножко переделали бутсы, как к Неймару. Неймар, правда, теперь на пол уже перешел. Но, да, то есть Найк сильно работал с Неймаром, потому что у него была эта травма, они под него сделали специальные бутсы, и после рецидива Антона и для Антона делали специальную версию для защиты этой пятой плюсневой. Но абсолютно точно, что при всем том, что я желаю Антону крепкого здоровья, к сожалению, это явно его не последняя травма в карьере. Антон может стать лидером Локомотива? Я думаю, что может. Мне бы этого очень хотелось. В Антона есть все качества. Это, безусловно, другой игрок, нежели Леша последних трех сезонов. Но когда, если не сейчас? Мне кажется, у Антона должна еще появиться некая такая хорошая злость, которая всегда подталкивала последние годы. То, что брат уехал, а почему я не получаю предложения от хороших европейских клубов? Окей, называй следующего. Ну, Матсей Рыбус. Я с угодом Брайна. На самом деле, еще меньше стало левых защитников. Поэтому не верю, к сожалению, в игру Миши Лысова. Очень хорошо. Не веришь именно в Лысова или в появление Лысова? К сожалению, почему-то я даже перестал верить Лысову. Мне очень не понравился вот его последний матч. Я среди тех, кто, можно сказать, что это было прям очень плохо. Потому что он не заполнял зону. Чорлук регулярно на него, это со стадиона еще хорошо было видно, регулярно пихал ему абсолютно по делу, что у нас атака идет правым флангом, на левом фланге абсолютно никого. В том числе нету и атакующих игроков. Охват, по-моему, с охватом уже его. И Мишин не заполнял ту зону, хотя очевидно, что туда нужно делать перест... или нос мяча. Перевод. К сожалению, да, Мишин скорость не позволяет нивелировать все его косяки в атаке. К сожалению, мне кажется, что Мишин на данный момент даже хуже, чем Брайн и живоглядов в атаке смотрелся бы. Я думаю, что не хотел бы видеть его с ламбом, когда крайний защитник все-таки должен больше напрягать в обороне. В том числе у Лысова были отвратительные кроссы в матче с Ахматом, когда он не... Почти забил, ты что? Ну, это же было глупое случайное, абсолютно неправильно. То есть это не такая кинжальная передача. Вот нас в Академии любили называть их кинжалами либо бананами, когда передача такая идет, вкрученная в штрафную. То есть Мишин делал с прямого подъема очень высокую передачу, которая очень удобна для вратаря. Это прям было плохо. И, к сожалению, я, наверное, перестал верить в Мишу Лысова. Думаю, что Рыбус завтра. Если, опять же, никакой травм на колено, если он, надеюсь, его залечил. В том числе у Рыбы по началу сезона одна из лучших физических форм в команде была. Да, но, опять же, последний матч Рыбуса, последний Е матч Рыбуса, абсолютно бестолковый. Просто... Просто непонятно, чем занимается человек на поле. Он просто бегает туда-сюда, его даже, ну, особо передачами не снабжают. Вот, ну, есть человек и есть. Но при этом ошибки в обороне тоже возникают. Да, в том числе и Глеба, и как с Уралом. Ну вот. Давай тогда я назову на правый фланг, наверное, все-таки, Дмитрия Живоглядова. Если тебе нечего добавить по Живоглядову, я бы у тебя хотел еще такой вопрос. Если у нас, если мы не верим, ты не веришь в Лысова, а Мац и Рыбус это довольно травматичный футболист, который, ну, часто и регулярно пропускает матчи, в том числе у него была операция достаточно сложная в конце того года. Если он не может играть в матчи с Лиги чемпионов, какие варианты ты видишь? Мне кажется, первая опция, которая уже присутствует, это Влад слева, что плохо. Ну, это опция. Мне кажется, что Рифат Живоглядинов идеальный крайний защитник. Я бы хотел, чтобы когда-нибудь его там попробовали, потому что Рифат умеет хорошо защищаться. Он, по-моему, играл только в тремя ЦЗ, латераля крайнего, на кубок, да, тогда с Ростовом. Это было, конечно, не великолепно, но, блин, крайние защитники должны уметь атаковать в современном футболе. Если этого не происходит, команда очень сильно теряет в атаке. И мне кажется, что Рифат – это опция, которой можно воспользоваться. Я помню, недавно кто-то сказал, что Лисовой – это будущий левый защитник сборной России. Вполне возможно, даже не смотря на то, что его больше наигрывают. Я всегда рисовал его как крайнего защитника, если честно. Да, больше его там почему-то наигрывают в атаке, но это классный защитник, умеющий атаковать. Марсел вообще защищаться никогда в жизни не умел. Ну, это образец фуллбека последних лет в Европе. Я соглашусь с тобой по Жамалединову еще в том плане, что, согласно опять же, каким-то там статистическим данным, Жамалединов – один из самых моторных футболистов в том плане, что он 90 минут может выдавать объем бега, что для большинства наших футболистов недоступная опция. То есть он бегает, 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 да, пускай не всегда продуктивно, да, он не всегда попадает в ворота, но он всегда бегает, он всегда добегает до нужных позиций, всегда находится там, где должен. И для крайнего защитника, как раз почему в свое время Павлович Лосово перевел на позицию левого защитника, это именно возможность давать нужный объем беговой работы. Твоя очередь, я назвал Живоглядова, ты называй тогда. Кого? Ну, пусть будет Федор Смолов. Я так понимаю, что все-таки Николич видит его основным нападающим. Тяжело здесь выбирать. Я бы, наверное, хотел увидеть Лисаковича с первых минут, хотя бы, чтобы посмотреть, каково это будет. В принципе, на Тамбов, возможно, Эдер был бы полезен, если Локомотив планирует играть первым номером. Но все-таки я думаю, что Смолов, де-факто, это основной игрок. Но должен же он хотя бы Тамбовым забивать. Вот есть такая вот мысль, что вот хотя бы Тамбову... Так наоборот же получается, что вот, может быть, в Сельте так же думали, что может, там, Лас-Пальмасом или кому-то Валидолидом он будет забивать. А Федя забивал исключительно Реалу из Барса. Мне кажется, что Федя достаточно еще сложным в игре против команд Аля Тамбов, то есть где много пространства, где ему не дают. Федя очень... В Краснодаре же славился вообще тем, что он очень быстро был. Он здорово убегал в контратаке, убегал один... Вадим просто прокидал мимо центрального защитника и решал эпизод выходом на один на один. Его передачами частенько снабжали такими, в котором ловили защитников на противоходе, то есть Смолов бежит к воротам, а защитники в этот момент двигаются от ворот, поэтому и получалось убегать. Собственно, он же и за Сельту забивал кому? Да, Реалу. Реалу. Реалу точно так же поймал на противоходе. Ну, не, ну все равно Федя здорово мог переиграть один в один во скорости многих. Ладно, дубль Смолова завтра однозначно. Ну, наконец-то. Наконец-то завтра. Завтра, Ксения, наконец-то. День Икс. Я не верю в Смолова, я уже много раз это говорил, и не верю в то, что он будет забивать в том числе Тамбову. Мне кажется, что чем раньше мы начнем Смолова оставлять как опцию на последние 10-15 минут, где он сможет реально добавить количеством, добавить моторности, добавить каким-то таким пониманием футбола, которое у него безусловно есть, тем для Локомотива будет лучше. Я бы хотел Лисаковича посмотреть со старта, потому что мне кажется это наиболее интересным футболистам в атаке, именно в плане каких-то придумок, в плане того, чтобы пойти в обводку, в плане обыгрыша один в один. Думаю, что здесь нету возражений, что он сильнее и Смолова, и Эдера тем более. Но при этом я не удивлюсь, если выйдет Эдер, потому что матч ожидается очень закрытым, и опция зацепиться за мяч около чужой штрафной, она будет очень полезна, а здесь лучший как раз Эдер у нас получается, потому что он, конечно, не забивает, он, конечно, может запороть любую атаку каким-то невнятным действием или падением, но с чего у него не отнять, что ты пнешь в его сторону мяч, и с вероятностью 80-90% этот мяч останется у команды. И в матчах, таких матчах очень закрытых, это бывает очень полезно. Это очень здорово принимает мяч с интернет-круппой. Да, действительно, когда он остается один в один, один против двух защитников, он здорово принимает, дает пространство для фланговых игроков, куда могут сбегать в зоне, и потом уже догоняет атаку вторым темпом. Это здорово у Эдера. Рядом с Эдером всегда 2-3 защитника, которые понимают, что в любой ситуации сейчас может передача пойти именно на Эдера, и он в борьбе даже с двумя-тремя может скинуть куда-то мяч на фланге, как ты правильно заметил, и тут же пойдет более быстрая атака с участием футболистов, которые чуть быстрее бегают, чем Эдер. Поэтому в этом плане мне кажется, что вполне возможно то, что Николич предпочтет Эдера Смолову. Но, но выбор сделан. Я тогда поставлю в пару к Криховику Куликова. Куликов у нас герой интервью только что взятого, и я так понимаю, что очень сильно сейчас форсят Даню как замену Дмитрию Баринову, как капитана в товарищеском матче против молодежной сборной России. И в целом, ну, я думаю, что Куликов будет часто получать место в стартовом составе, пока Дима травмирован. Я надеюсь на то, что Даня тоже продолжит свой прогресс. Видно уже, что по сравнению с теми минутами, которые он получал в прошлом году у Палыча, он стал более раскованным, более рисковым на поле. Частенько может пойти, вот как матч с Ахматом, когда он отдал на Лисаковича пойти в отбор, сделать какую-то такую передачу, часто стал делать передачи внутрь штрафной, это ему идет на пользу, потому что, мне кажется, именно передача, именно его видение поля это его главный козырь, которому нужно пользоваться. И в плане того, что мы играем с Тамбовым, тоже, мне кажется, довольно логично было бы именно его видеть, потому что, мне кажется, то, что в этом матче мы будем много владеть мячом, и в том числе нужны именно те ребята, которые будут часто пытаться отдавать мячи в штрафную. У тебя сейчас очень сложный выбор. Ты можешь выбрать опорника, и тогда будет схема 4-1-4-1, либо можешь выбрать игрока в атаку, и тогда это будет либо 4-4-2, либо 4-2-3-1, либо что-то подобное. От тебя все зависит. Давай. Ну, судя по всему, из опции у нас Камано, Макеев, и, получается, Этер, либо Лисакович, пару Смолова. Ну, либо ты выпустишь Райковича третьим центральным. А Маурилу можно выше тогда отправить. Решай, решай. Ты скажешь, и я отправляю список Николича. Ну, а ты же сказал, что мы его пытаемся разгадать, и не список. Если список... Я тебя обманул. Ничего, ну, ладно. Я думаю, что все-таки... Все-таки Камано. Ну, хотелось бы мне сказать Макеев, и я, наверное, этому буду больше рад. Но думаю, что по многим причинам Камано сейчас не отправит запас. В том числе, потому что это самая главная покупка на данный момент. Камано должен играть. Камано может набирать форму через игры. Окей, тогда мы определились с нашим составом. Гильермия, Рыбовсь, Мурила, Чурлук, Живоглядов, Криховик, Куликов, Рыбчинский, Миранчук, Камано и Федор Смолов. А Джорджевич? Джорджевич еще пару недель ему нужно, чтобы восстановиться, разве нет? Зато он заявлен уже. Интересные новости. Тогда можно, наверное, ожидать его триумфального возвращения. Жалко, что матч с Ростовом уже... На неделю опоздал, да. Интересные новости. Ну и тогда давай как раз в контексте Джорджевича обсудим последнюю новость, которая будоражит умы всех. Это покупка нападающим локомотивом. Сейчас появилась новость о том, что, судя по всему, Марио Манджукиш едет в локомотив. Как ты к этому относишься? Я вот еще, кстати, удивлен и тому, что мне казалось, что наш нападающий это будет место жилы Лединова. А неужели теперь будут отзаявлять Джорджевича? А может быть тогда это знак то, что не будут отзаявлять и не будут никого дозаявлять? Может быть и так. Ну нет, я думаю, что действительно локомотив ищет нападающего. Думаю, что даже скоро, возможно, кого-то нам и презентуют. Но мне не очень нравится опция Манджукича по причинам того, что я лично для себя понял, что мне, наверное, интереснее некрасивые игрушки на елке. Особенно после того, как не очень угадали с Джоомом Марио. Боязно от того, что Манджукич – это на данный момент лишь громкая фамилия. И я для себя лично понял, что мне интереснее, когда игроки взращиваются в локомотиве. Мне очень приятно смотреть на Мурила. Я вот испытываю какую-то личную гордость за то, что этот парень действительно очень сильно прибыл в этом сезоне. Мне было очень круто от Ньяса. То, что за полгода воспитали Умара и отправили покорять его мечту в Эвертон. Сейчас история с Лешей и прекрасное видео Нобеля. Я прям сидел и радовался за Леху. Парня, который в локомотиве вырос и ушел на повышение. Манджукич – это другая история. Вот поэтому я бы, наверное, больше хотел какого-нибудь дикого беста 23-4-2 лет. И следить за его развитием, переживать за него и болеть. Но Манджукич – это интересно. Давай сначала ты скажешь, а потом я закончу свою мысль. В любой ситуации есть много факторов. И, конечно, я как человек, который может в 3 часа ночи поймать себя на мысли, что я уже битый час кручу на резкие статистические сервисы, трансфер-маркет в поисках очередного какого-нибудь молодого забивного нападающего. Мне, конечно, хочется как раз вот такую формацию локомотива, которую ты описал, о том, чтобы находить интересных ребят, развивать, продавать и гордиться ими потом. Но есть такая важная вещь, как Лига чемпионов, и как то, что молодые футболисты, которых ты находишь, они нестабильны. То есть тебе там полгода-год нужно на то, чтобы начать раскрывать их, и только спустя некоторое время они уже начнут показывать качественный футбол. В то время как футболисты а-ля Манджукич, они все-таки ниже определенного уровня, в силу своего опыта уже не падают. Мне нравится Марио Манджукич, это абсолютно идет в разрез со стратегией локомотива, это куча денег выброшенные просто в трубу, потому что Манджукич год сыграет, и на следующий год, скорее всего, уже не будет показывать никакого уровня, даже сейчас не уверен, что он будет показывать там уровень плей-офф Лиги чемпионов, но через год совершенно точно этого уже не будет. Игрок не скоростной, игрок не... когда не отличался какой-то там супертехникой, просто на понимании футбола, на каких-то таких моментах опыта, он все равно будет, я думаю, полезен локомотиву. Но в качестве стратегического решения это, конечно, полнейший провал, и ни в коем случае не решение проблемы, а только усугубление ее на следующий год, потому что в этом году у нас проблема заключается в Смолове и Эдере, на следующий год проблема будет заключаться в Смолове и Эдере и Манджукича. И куда их всех девать, в общем-то, непонятно, и как их всех разом заменить в одно межсезонье, в одно трансферное окно, тоже абсолютно непонятно. Что еще больше смущает, это то, что за все это межсезонье не было ни одного трансферного слуха из той вот когорты, интересуемся кем-то перспективным, молодым. То есть это Тикиньо из Порту, тоже 30 лет, тоже заканчивается контракт, и, в общем-то, никогда суперзвездой не был. Это Манджукич, 34 года, это Захави из Китая, которому тоже уже миллион лет. И все-все-все вот эти вот варианты, они вот именно бьют в одну и ту же точку. Опытный нападающий, поигравший, имеющий какое-то громкое имя, и вот такое ощущение, что мы действительно бросаемся на эти блестяшки, не понимая, зачем нам это надо. Но это футболка-то купишь с Манджукичем? Футболку с Манджукичем, скорее всего, я не куплю, потому что мне либо их дарят, либо я покупаю футболки без имени. Манджукич для Лиги Чемпионов это, наверное, интересно, потому что это хорошая опция, это игрок с большим опытом, но для меня он в последнее время еще раскрылся очень здорово, когда он в Юве на фланге начал играть. А вдруг Манджукич-то опять тоже у нас на фланге будет как Смолов играть? Будет очень смешно, если у нас будет Манджукич играть на фланге, а Идер в центре нападения я буду. Но из плюсов, мне кажется, почему-то, что Манджукич довольно похож на Дзюбу некоторыми особенностями игры, как ставит корпус, как ведет борьбу в атаке. И если Дзюба при всех своих ограниченностях навыков так успешен в российской премьер-лиге, то Каба Манджукич это такой Дзюба на максималках. И, возможно, это действительно то, чего не хватает для Локомотива, именно вот того человека, который бы чувствовал себя в штрафной, как рыба в воде, и бил бы сам, либо выиграл борьбу и скидывал вбегающим полузащитникам, тому же Антону, Крыху, Камано. Это как минимум тактическое разнообразие. Я поймал себя на мысли, что я был бы очень рад Манджукичу, если бы вместе с Манджукичем у нас вместо Джорджевича был какой-нибудь, не знаю, Джексон Мулека или еще там бесты, которых мы находили, Карлсон особенно, но, ну, то есть вот опытный Манджукич в роли Фарфана и молодой нападающий, который у него перенимает его умения, его знания, его опыт, и на следующий год уже Манджукича отправляем в свою Саудовскую Аравию, а этот нападающий у нас уже раскрывается и забивает полсотни мячей, после чего уезжает по таланту. По-моему, это как раз о том, да, мы об этом говорили, когда вот эти первые слухи про Манджукича начали появляться еще пару месяцев назад, то действительно опция, что молодой плюс Манджукич, она достаточно мог. Но если рассматривать Лисакович с таким молодым, это, конечно, пока еще не супер молодой техничный бьющий бист, но мне почему-то большая вера пока еще есть в Лисакович, мне нравится. Я хочу верить в Лисаковича, но у меня пока не получается свои предубеждения сломать, что человек из белорусского чемпионата в 22 года может оказаться сильным, но дай бог, дай бог. Тогда последний вопрос, как завершится завтрашний матч? Локомотив завтра не пропустит и забьет 2 гола, 2-0. А, блин, ну как-то неправильно, я же всегда проигрываю свой статус. Я поставлю виртуальные свои квартиры Арсения на ничью 1-1. Мне кажется, что не будет Николич ломать традиции, и после того, как пропустит первый, мы где-нибудь на 90-й минуте отыграемся и будем чувствовать себя примерно так же. Тоже квартиры ставят на такой низкий коэффициент. Примерно так же, как чувствовали себя все эти последние дни. Ну, квартиру Арсения много, почему бы и не поставить. Но хочется именно немножко эмоций, как вот от крыха в конце, чтобы ребята подняли голову, чтобы забили быстрый гол. Хочется, да, 4-0 завтра. Не 7-2, конечно, но... Уверен, тебе хочется уверенной победы. Да, хочется уверенной победы, потому что она действительно очень важна вообще в разрезе будущего месяца и вообще всей футбольной осени. Думаю, что нужно к Лиге Чемпионов подходить с высоко поднятой головой, потому что если будет еще и нос повешен, будет психологическая яма, это будет очень плохо. Я вообще ни секунды не верю ни в какую крупную победу Локомотива, но мне понравилась твоя мысль о том, что хочется, чтобы от игроков на поле шла уверенность, потому что последние матчи такое ощущение, что футболисты растеряны, и именно эта растерянность передается мне через экран, болельщикам на трибунах, и ощущение безнадеги, оно какое-то прям вот зашкаливающее и обволакивающее. Я хочу, чтобы я завтра включил телевизор и удивился от того, какие заряженные футболисты Локомотива. Может быть, у них не все будет получаться, но они будут биться, они будут стараться, они будут бежать вперед, они будут бить поворотом, и в них будет чувствоваться уверенность в том, что они умеют играть в футбол. Вот этого я очень хочу завтра увидеть. Как Гелия в Локалайвах по трибунке любит говорить, ребята, мы играем дома, не имеем права проигрывать при своих болельщиках. Хочется, чтобы завтра так оно и было. С настроем и с горячими глазами. Делиться не уверен, но хочется, дай бог. Дай бог. С вами был Ежа Подкаст, и ждем отличной игры от Локомотива.